Приветствую вас. Я стараюсь ответить вам на ваш вопрос, исходя из профессиональных взглядов моей специализации. Значит, видите ли, ну, объективно, если мужчина, то есть ваш муж, не может принять ребенка вашего, то, конечно, заставить себя он вряд ли сможет, и вы его тоже не сможете никак заставить полюбить вашего сына, ну, просто потому, что любовь либо есть, либо нет. То есть это нужно понимать, что ваш муж, он вот такой человек, что чужого сына он принять не может. Причины, по которым это так, ну, если они для вас важны, то здесь могут быть и личные основания для этого, и моральные основания для этого, то есть такое воспитание, да, что вот многие считают, что если сын чужой, ребёнок чужой, то он никто, и принимать его нельзя, не стоит и вообще, вот. Так все это и, собственно, мужские гендерные черты. То есть, например, ваш муж, смотря на вашего ребёнка, на вашего сына, видит что? Видит для себя напоминание о том, что до него у вас кто-то был, и это ему неприятно. А это неуверенность в себе, это сомнение в себе, может быть, определённые комплексы или негативный опыт прошлых отношений. Такое, к сожалению, бывает, и от этого никуда не деться. Далее. Следующий момент. Страдает ли ребёнок от того, что к нему так относятся его отчим? Да. Конечно, страдает. Потому что он, ну вот, не понимает, почему мужчины к нему так относятся. Особенно, если, если считает, если видит, если наблюдает, что, как бы, формальных причин для этого нет. И если у него не хватает отца, то это ребёнка вредит. Далее. Можете ли вы принимать позицию вашего мужа в том, как вы говорите, что никто из мужчин не примет с тяжёлого ребёнка? Ответ на этот вопрос отрицательный. Ответ на этот вопрос нет, и вот почему. Дело в том, что если вашего мужа понять можно ещё. Дело в том, что если вашего мужа можно принять таким вот, то есть он может быть и рад, он может быть и хотел бы, но не может. И с этим объективно человек ничего поделать ему, ничего поделать не может. Это выше его силы. То есть объективно, мужчина хотел бы, хотел бы принять вашего сына. Это видно, ну, мне, по крайней мере, видно, что он хотел бы это сделать, но он не может. И заставить себя невозможно это сделать, к сожалению. А вот говорить о том, что любой мужчина, каждый мужчина так будет относиться, это уже, простите, элемент фрустрации. Это уже, простите, элемент фрустрационных процессов. То есть что это значит? Что значит элемент фрустрационных процессов? Элемент фрустрационных процессов, это значит, что мужчина не только сам не может принять ребёнка, но он как бы стыдится этого. Он как бы не до конца принимает свою позицию, и, возможно, где-то в глубине души чувствует, что неправ, чувствует, что поступает неверно, и желает как можно больше количества людей обратить на свою сторону. То есть это один из процессов фрустрации, когда человек чего-то не может, и обращается к других людям, для того, чтобы они подтвердили его неспособность к тому, чего он не может. И когда человек говорит, что вот другие тоже не могут, ему легче осознавать, что он не может. Ему легче осознавать это, чем если бы он отдавал себе отсчёт в том, что он такой один. Понимаете? То есть это защитный механизм. И любой защитный механизм свидетельствует о том, что у мужчины, у человека есть проблема. Существенная проблема. Проблема принятия себя. Проблема определённых противоречий, которые с одной стороны двигают любого человека к развитию, но очень часто вступают в конфликт и мешают проявлять гармоничное поведение. И тогда можно говорить о том, что мужчине необходимо, ну, разрешить для себя этот конфликт. Потому что он, скорее всего, от этого же конфликта тяготится. И чтобы не тяготился он, чтобы не тяготились вы, и чтобы не тяготился ваш сын, мужчине желательно обратиться к психологу. Но только если он сам осознаёт для себя, что его поведение неверное, неправильное, и что его нужно менять. Если он этого не осознаёт, то, боюсь, вам придётся либо принять его позицию, либо его позицию не принимать, но тогда уже ставить вопрос о целесообразности ваших отношений. Потому что объективно вы не сможете, боюсь, нормально находиться в отношениях, если будете знать, допустим, что ваш мужчина не принимает вашего ребёнка до конца. И это означает, к моему сожалению, ещё и то, что ваш мужчина не до конца принимает вас. Если он не принимает вашего ребёнка до конца, то он не до конца принимает вас. Это, к сожалению, тоже очень, ну как сказать, это очень тревожный знак, это тревожное проявление, это тревожная характеристика вашего мужчины. Потому что если он не принимает вашего ребёнка, то он, получается, до конца принимает вас. А если он не до конца принимает вас, то это нельзя говорить о наличии чувств, нельзя говорить о наличии любви по отношению к вам 100%. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Поэтому всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.